Здравствуйте, Мадаги, все, я Александр Пчу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, а с этим мы пишем для вас видео. Сегодня я отвечаю на вопрос о девальвации рубля, как говорится, крах, падение его. Мы уже поднимали эту тему, что это будет примерно где-то, наверное, там, а вот, к сентябрю, наверное, или уже началось. Что мы здесь видим? Как бы я ни вскидывал, как говорится, все равно меняется ситуация, и монета все еще держится от власти. То есть, такое впечатление, чинухи просто выгодны им, чтобы вот это разорение произошло. Понятно, что говорят, там, на нефти держится, ни на какой нефти не держится. Рубль уже начал падать, то есть, деньги уже из счета ваши накопления начали падать. Нужно вкладывать, наверное, там, в золото или в квартиры, или во что, да, то есть, в имущество. Не доверять, как говорится, властям, как бы они не трепались там. Здесь мы видим, что падение продолжается. Причем богатые особо не пострадают, чиновники тоже особо не пострадают от этого. Но обычные люди, да, пострадают, какой-то дефицит начнется резко, подорожание мы видим, то есть, увеличение цен. Так что девальвация именно растет, то есть, рубль обесценивается тупо. Поэтому предложат альтернативу. Это намеренно. Почему я говорю намеренно это делается? Это, похоже, сам Центральный банк, на Ибулина, или как ее там зовут, сама это делает. Смотрим. Кубика здесь близко. Это, получается, переход на новую валюту. То есть, они специально делают, разоряют Россию для того, чтобы все граждане согласились на новые деньги, на электронное. Все на электронное. То есть, все, чтобы через телефон, наверное, бегали, да, или через госуслуги все бегали. То есть, это специально делается, пока люди спецоперации отвлечены, их этим всем заняли. Теперь понятно, как это происходит. Причем мы видим, это искусственное шатание. То есть, страна специально изнутри себя разваливает. То есть, кому-то это выгодно. Так что, люди, включаем свои маски. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok